У нас еще с вами блог. Ничего святого с Сергеем Боярковым. Я тут художник, который может победить каждого. Почему всегда капиталисты от Бога победят социалистов от дьявола? Это закон природы. То есть нельзя победить непобедимое или впихнуть невпихуемое, как говорил классик. Людей экономически безграмотных обычно, когда спрашивают, что для капиталиста самое важное? Ну, они, конечно, с дуру говорят деньги. Ну, понятно, самое важное для человека это его жизнь. Инстинкт самосохранения говорит совсем другое. Но в экономическом плане все-таки деньги не находятся на первом месте. Правильнее задать вопрос им, какие две вещи для капиталистов важнее, чем деньги? Ну, то без чего не будет денег. Потому что, получается, без этого денег нет. Это важнее. То есть деньги появляются потом. Самое для капиталиста существенное, это первая вещь, это рынок. Рынок сбыта. Если нет рынка сбыта, если некому продавать продукт, то на этом нельзя обогатиться. То есть деньги не зарабатываются. То есть ни о каких деньгах не идет речи, если нет рынка сбыта. То есть если нет покупательной способности граждан обогатить капиталистов. Это номер один. Второе, это возможность защитить свои инвестиции. То есть если вы инвестировали, вы построили, вы начали производство. Ну, а у вас все это отобрали, убили или посадили. Ну, нет смысла. То есть вы не дойдете до денег. Даже если есть рынок сбыта, но нет гарантий, нет верховенства права и возможности защиты инвестиций. Ну, о деньгах речи не идет. То есть деньги стоят тут на условно третьем месте. У капиталиста деньги всегда на третьем месте. Никогда не на первом. Потому что капиталист, ну, в отличие от люмпен пролетариата, считает деньги инструментом. Для капиталиста деньги инструмент. А вот эти, ну, советские вот эти вот гегемоны. Ну, и сейчас, кстати, чокнутых же хватает, кто покалечен совком. Они не понимают, что самое выгодное для капиталиста это богатые граждане страны. То есть в их вот этих вот советских мозгах укоренилось, что капиталист хочет ограбить всех. Вот по максимуму забрать все деньги себе. Ребят, если вы так думаете, это вы идиоты, а не капиталисты. Капиталисту важно иметь рынок. Вот в Америке, в Швейцарии, в Германии. Учителя, домработницы, там сантехники, там военные. Все имеют в Швейцарии огромную зарплату. Ну, по сравнению с той же Россией, Монголией, Казахстаном или Украиной. И эти все люди и есть то, на чем обогащаются капиталисты. То есть капиталист своей главной задачей ставит построить богатющий рынок, где смогут покупать, 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 покупать и обогащать, обогащать его. То есть стиральные машины, шмотки, автомобили, квартиры, памперсы, билеты на самолеты, все. То есть прежде всего капиталисту выгоден богатый гражданин. Никто так не выигрывает. От богатства всех граждан в стране как капиталист. Потому что только, когда граждане его страны богатые, и он богатый. Чем богаче его страна, тем богаче он сам. Так работает капитализм. Подождите, я не говорю про дебилизм. Потому что когда вынтешно. А вот у нас, а вот там. Стоп, ребята, это дебилизм. То, что у нас, это не капитализм. То, что в Китае, это не капитализм. В России это не капитализм. Уж до чего не капитализм? Где-нибудь там в Афганистане или в Венесуэле? Просто страшно сказать. Чем дальше вы от капитализма, тем глубже вы в заднице. Знаете, опять, я понимаю, что идиоты имеют право писать в комментариях свои глупости. Это их конституционное право. Не буду им затыкать рот. Какой-то дурашлёп мне пишет, а вот социализм в Швеции. Там, господи, или там в Финляндии. О, господи, какой дурашлёп. Знаете, я больше 60 раз был в Америке за всю свою жизнь. Платил там налоги много лет. Я бывал в Швеции. Да моя жена вот до Зеленского, была жизнь до Зеленского. Просто каждый год ездила в Швецию. Они там с подружкой оттягивались, отдыхали там неделю-другую. Там ездили, наслаждались прекрасной страной с Швецией. Там никакого социализма нет близко. То есть, когда-то давно, чёртиках, да, десятилетия назад. Социалисты заняли вот эти околосоциалисты. Это были полу-млявенькие социалисты, которые захотели вот эту левую идею в Швеции попробовать. Про неё забыли, как про страшный сон. Потому что, как только социалисты подобрались в Швеции к каким-то рычагам, Швеция полетела к чёртовой матери в полную экономическую звезду. Помните, такой бренд был Nokia? Вот мои дети даже не знают, что такой бренд есть. Наверное, ваши дети даже не слышали. Когда им вы скажете, что самый популярный телефон на Земле был марка Nokia. Они вам скажут, хренокия, чевокия? Какая Nokia? Социализм. Похоронил, кстати, была прекрасная автомобильная фирма Saab. Помните, шведы? Это, ну, в общем-то, был концерн, который производил в том числе самолёты. И они параллельно производили автомобили. У меня несколько было фанатов этой марки в Америке, друзей. Они гордо говорили, мы ездим на полусамолёте, автомобиль Saab. Шведское качество. Всё. Вольво купили китайцы. Социалисты всегда дорулятся до того, что наступает полный экономический анус. Или, как говорит Зеленский, простите, у нас в квартале на полнейший тухис. Всё. Попытки, робкие попытки, такого вот, как бы, не то чтобы введения, а попробовать вот где-то чуть-чуть вот Швецию к социализму пододвинуть, закончились на том, что хозяин Икей сказал, если это не прекратится немедленно, я свой бизнес из Швеции увожу. В общем, всё. Попытки социализации Швеции, превращения её в такое социалистическое государство, хотя бы чуть-чуть формальненько, где-то краёчками, закончилось к ядрению шведской матери. Забыли! Ребят, нигде ни одна страна не построила на основе социализма ничего достойного. Опять, если вы не скажете, что в Китае правит коммунистическая партия, это целый блог можно посвятить потому, вот по поводу того, что, как она правит, до какой степени она ни с одной стороны уже не коммунистическая. В общем, называть себя коммунистической партией, ну, приблизительно, ну, не знаю, как там Мадуро называет себя спасителем Венесуэлы и защитником бедных. Ну, согласитесь, при нём как раз эти бедные-то и расплодились. В общем-то, до него, можно сказать, было некого защищать. Поэтому, когда Путин рассказывает, что в России есть свобода прессы, и никто им не указывает, чего делать, ну, Путин просто стесняется сказать, что, ну, да, кроме, собственно, ФСБ и их карательных органов, никто другой не указывает. Поэтому, друзья, по поводу вечной победы капитализма над социализмом, напишите, что вы думаете по этому поводу. Не забудьте подписаться на мой канал, лайки, комментарии, репосты. А ещё я вас попрошу не забыть подписаться на мою страничку на Фейсбуке, потому что мне её снесли недавно к ядреней матери, вот по непонятной причине, даже без объяснений. Там было 10 тысяч фолловеров, а сейчас вообще, ну, вот я её восстановил, там почти ничего. Ну, в общем-то, я ссылочку даю в описании под этим влогом. А победа, друзья мои, будет за нами, потому что за каждым из нас персонально и обязательно не заршавеет.